ребятушки мои привет я просто сейчас почему-то немножко помолчала во первых у нас или второй день праздника называется маленькая пасха паскве тогда и непонятно для чего это сделано особенно теперь естественно можно хоть 10 и еще разных придумать маленький еще меньше пасква еще еще меньше еще совсем маленькая да все равно и вот я просто почему промолчала немножко потому что значит была песня на молодежном радио которые все слушаю и какая идет пропаганда не иначе поют эту песню типа ремикс да они без слова переделали поют значит останься дома в пижаме в пасху и паскве ту и слушай нас и смотри на мир виртуальным взором да вот просто понимаете как бы ну что 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 еще может сказать да ребятушки у меня очень 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 интересное открытие сейчас я понимаете как бы как бы немножко сложилась такая традиция что как бы я сначала хожу до а потом говорю ну потому что я теперь с вами вместе изучая информацию я хочу быть немножко подготовленным и скажем так с людьми которые будут против скажем наших исследований вот людьми которые супер традиционалисты а это у меня в металле очень много знакомых вот значит очень вообще супер информация сейчас я ползочусь немножко потому что скажем так холодновато но учета у меня пальто тоже жарковато я сейчас приехала уже по своим делам ездила значит слушайте меня внимательно поговорим я вчера стала еще в какой 550 раз раз изучать последний ужин тайную вечерню который я повторяюсь только по-русски тайная вечерня на остальных языках именно на итальянском это ультима чена я почему по сто раз повторяю мне было очень интересно а вдруг я продукт почему-то поняла что а почему последние понимаете уже с нашими глазами до нашими как бы исследователи уже с другой стороны не верующих ничему не вне смысле не проверить хотевших проверить все самим я снова пошла изучать историю создания тайная вечерняя ребята давайте на говорить уже теперь последний ужин ультима чена значит так я пошла изучать вот и открыла вообще супер супер интересную формацию которую что-то я не помню чтобы как-то ее акцентировали вот смотрите меня внимательно внимательно слушайте меня представляете что оказывается в мире существует еще 11 копий этого этой фрески начнем с этого уже это так надо руки поменять и к сожалению тяжеловато держать и значит то есть вы представьте уже при том когда создавал леонардо мол да там мифический такой леонардо который создавал эту фреску значит а а при при нем уже другой я значит его ученик в санта броджо церковь тоже интересному до сходим создал копию чтобы это не пропадут они уже сразу знали что это пропадет но самое интересное чего это нам тогда мозг таком пассирует и вводят нас смотреть на эту фреску да как бы сейчас мы все всему придем значит самое интересное что вообще как пишет история классно а потом я вам назову 11 я даже практически выучил 11 городов где эти другие копии вот этой картины вот этой вот фрески да вот этой вот вот этой вот ситуации где сидит человек да и 12 рядом с ним призума как это поет по-русски предполагая что это иисус христос вот назарет ребятушки значит история такого что значит уже уже сама церковь это да как бы история ее вообще тоже очень интересно знаете построили ее на месте старой 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 1200 какого-то конвейнто да конвейнто это маленькая там это там где вон типа монастырик за шесть лет то есть вот это вот вообще то что на старом построили это вообще 1200 какого-то да а значит есть вообще ей дают как бы опять 20 лет там строили но есть свидетель вот там который там какой-то писатель да на на писанину которого значит традициональщики значит а поджарятся как это базируется что диритура ее зашли ребята вот то что я вам сейчас показывал это громадина построена за шесть лет да ладно там кто-то кому-то передавал кто-то кому-то там значит это значит дарил я вам знаете я вообще вообще ржу читая что значит уже третью церковь я читаю значит судьбу их да и мне интересно что там кто-то кому-то финансировал строительство каналы помните каналы финансировали кто-то кому-то дарил ребята какое дарил какое дарил что такие все вообще были просто как это называется щедрые ребята у них у них кофе не выпросить понимаете у них не выпросить кофе особенно северные они они просто такие жадные ребята а тут знаете церковь друг другу дарят церкви каналы друг другу дарят там это дарят это просто понимаете и вообще вверх коммунизма там вообще там не то что там вообще уже был в средние века парадист такой ну а зато дарит дарит ритру друг друга все дарили все вот и типа что он какой-то вот был в и меркате да значит значит, которому Сфорца за хорошую службу, прикиньте, да, подарил вот эту церковь, да, и он там, значит, он такой добрый, такой, значит, хорошенький такой, решил, значит, все это достроить, и вот потом, я не помню, каким базаром, значит, Макаром, каким, значит, в итоге вот эта вот церковь, да, оказалась у Дука, Дука Демилану, это типа маркиза, да, значит, который позвал двух великих, значит, художников, это Леонардо и еще другой, не помню его имя, которые должны были каждый на стенах там нарисовать незабвенные вещи, он сказал, нарисуйте мне супер вещи, которые мы через 500 лет будем показывать нашим дуракам, да, этим потомкам, но, значит, в первую очередь, Леонардо должен был нарисовать, значит, Дуку и его себе, а у Дуки, эта церковь-то была, оказывается, куплена, как бы, да, под мавзолей церковь, да, вот такая огромнейшая, которую показывают, куплена была под мавзолей, да, Ганна Сфорца, значит, у нас там похоронены там на Монументале, да, куда мы ходили, а Дука какой-то, который вообще Сфорца рядом не стоит по важности, значит, целый мавзолей себе в центре, в центре Милана, себе, а что ж тогда Сфорца не похоронили себя в Костелло Сфорца, да, вот так, по идее, так вот, что, значит, чтобы люди не забывали, что это его мавзолей, значит, Леонардушка должен был нарисовать его семью всю, его жену, детей там, да, и вот Леонардушка-то, оказывается, у него какая-то плохая-то, значит, у него была какая-то плохая у него метод, вот Леонардо такой гений, да, но почему-то у всех была хорошая, значит, техника рисования, а у него, оказывается, плохая, вот продукты, вот, которые он использовал, да, вот у всех посохранялись, а вот только у Леонардушки была плохая, а это пишут википедии, ребята, это пишут официалы, у него была плохая, значит, это материал у него был плохой, который мог разрушиться, и вот вы представляете, вы представляете, что семейка-то Дуки вся разрушилась еще при жизни Дуки, я ничего не понимаю, как он вообще не убил его, да, то есть, то есть вот Дука и его семья сразу как-то разрушились, и типа написано, что сейчас можно какие-то только, вот как я вам показывала, что там все выбито, да, у церкви, все лица выбиты, вот каким-то образом, если уж камень выбили, так уж нарисованная уже через сто лет не читалась, уже разрушилась, это первое, да, а вот интересно, что второй там нарисовал корчефисо де кристо, то есть распятие Христа, оно в идеальном состоянии сохранилось, да, с самого начала он сразу хорошую технику, ребята использовал, хорошую, с хорошими красками, а вот Леонардушка у нас тупой, оказывается, дурачок, понимаете, гений-гений, а красочка-то у него плохая оказалась, вот, и, значит, его фрескушка, значит, вот этот вот последний ужин, его, да, ультимачена, ребята, сейчас мы вернемся к копиям, сразу стало разрушаться, и вот из-за этого, так как это вообще было капало, вы понимаете, вот корчефисо креста, вот это вот распятие креста, посмотрите, какая-то красотища, это ни хрена, это фигня вообще была, надо было сохранить именно последний ужин, да, а почему? Я так думаю, что там какие-то важные лица, но которые почему-то со временем нужно было стереть, да, потому что смотрите меня внимательно, картина у нас нарисована за 4 года, с 1494 по 1498, 4 года он рисовал, 8 метров, картина, да, это в длину, и, по-моему, 4 с чем-то в ширину, ну, в эту высоту, да, вот, значит, ну, в ширину, да, и уже, смотрите, в 1620-м, пишет один там какой-то, уже не читались лица, вы поняли, фрескушку нашу реставрировали энное количество раз, да, в последний раз, еще, значит, главное, мне нравится, все, куча фресок, было куча картин, Милане, Виталия, вообще, ни одна из них не пострадала от влажности, как именно фреска вот нашего Леонардо, причем они еще приписали, что это, это вот фреска была стеной, где кухня, что ж его так не уважали, бедного Леонардушку, что ему выделили стену, где еще сзади была, значит, кухня, которая всегда работала, представляете, как они раздавали всем еду, оказывается, в монастыре, а не было ли это вообще монастырь, там, где вообще-то аскетизм, там, постоянные посты, да, какая там постоянно кухня, кухня, они рассказывают, что кухня работала вообще денно и ношно, и разрушала бедную фрескушку, а вот это вот распятие Христа не пострадало вообще, понимаете, вот, и самое интересное, что копия, которую сделали в Санта-Броджо, она как новенькая, уже 500 лет, 500 лет, как новенькая, но почему-то нам всучивают смотреть старую вот эту, да, ребята, а почему, ведь многие, даже касса-эксперты официальные пишут, что абсолютно нет ничего от Леонардо там уже, это последняя реставрация, которая длилась 20 лет, с 79 по 99, но уже написано, что уже когда, уже в 79-м ничего не было разобрать, нельзя было ничего разобрать, а почему это нам все равно показывали фреску эту у Тимачена, как вот, как мы сейчас ее видим везде, а оказывается в 79-м году там вообще ничего уже не читалось именно в этой церкви, именно вот этой идентичной, которая. Дальше, там есть один специалист, который говорит, что все апостолы вообще другие были, вот начнем с этого, да, вообще другие лица, вот. Ребята, в 1620-м году уже не читалось ничего, если начать с того, что история была, да, история была, если учесть там, опять, да, ребята, церковь строят за 5 лет огромнейшую, огромнейшую, да, фреску он рисует за 4 года огромнейшую, на огромнейшую стене, да, и вот уже через 100 лет ее уже не читается, остальное все, только то, что нарисовал Леонардушка не читается, а остальные, что ж он такой вообще, как бы, что у него с руками было, если у него, его именно картины не читались. Дальше я иду смотреть, кто делал копии. Ребята, все копии написано, практически сделаны 1500 в каком-то, и только в Эрмитаже, так как Эрмитаж-то у нас, да, 1700 какого-то, ведь правильно? То есть, если Питер у нас строился 1700, ребята, даже в Эрмитаже, оказывается, есть ультимачена на потолке, и написано, что это единственная правильная, как это, техника по Леонардо, потому что он, как бы, специализируется на, специалист на рис, на рисование на столе и на потолке, и вот типа, что из всех копий, которые есть в мире, только оказывается правильная копия, которая в Эрмитаже, ребятушки мои, представляете? Но ее не датируют никаким 1500, потому что Эрмитаж-то у нас, ведь после 1700 был построен. Тут уже очень интересные вещи происходят, понимаете? То есть, уже неправильная, может быть, датировка уже Эрмитажа получается, потому что нестыковочка, понимаете? Остальные все копии, ребята, вот я все вчера изучала, остальные все копии у нас идут 1500 какой-то, не больше, чем 1520, 1560. Почему? Потому что, как бы, приписано, что, как бы, эти люди, кто был учеником Леонардо, кто был там это, кто-то сё, кто там кисточки держал, кто там ему, там, кофе подносил, понимаете? А тут вдруг странно, еще копия висит в Эрмитаже, оказывается. Для меня это было огромное открытие. И ее не идентифицируют по годам, потому что тут надо уже неудобки получаются какие-то, да? Ну вот. То есть, у нас вся Европа полна копиями вот этой ульти Мичены, но почему-то нас заставляют смотреть на которую 10-550 раз ее реставрировали. И еще вообще неизвестно, что осталось от идентичного. И он ли, и вообще был ли он, да? Чтобы уж совсем там вишенку на торте положить. Вот. Дальше еще очень интересно, ребятушки. Еще из-за того, что ульти Мачена. Я вам уже говорила, я все думаю, я все думаю, почему ульти Мачена. Я вчера смотрела внимательно, что за ними, потому что раз уже фреска как бы не настоящая, как бы, ну, в смысле, что я не смотрю уже на лица, потому что уже там все изменено. Но где они сидят? Похоже на что-то такое, похоже на наше строение. Вот посмотрите, цементные. Там какое-то, какие-то как серые цементные блоки, какие-то камни, какие-то окна непонятные. Но похоже, что что-то это на современное. Вот посмотрите. Вот. И знаете, мне, я стала чена, 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 этот корень, да? Смотрите, от ченуары у нас есть в итальянском. От ченуары выделять. От ченуары ты выделяешь что-то главное, да? Потом чентура, да? Ремень опоясывать. Тоже опять центр. Цент, чентура, чент, центр, центр. Потому что, смотрите, эта буква С, она очень интересная. Она ее меняет, как хотят во всех языках. У кого С у нас, С. У кого, это, Виталий, это Ч, если стоит гласная, да? Если нету АЖ. У кого С, это может быть в английском. А у кого она может быть еще и К. То есть она может быть любой буквой, как им захочется. Это очень интересный момент. Ее как хотят, так и воротят, эту букву. И опять же, все-таки получается, нас заставляют обратить внимание, выделить, выделить вот эту фреску. Ультима Чена. Ультима, что-то последнее выделение, чего-то указать на что-то. Понимаете? Почему их 11? И только мы знаем про 11. Может быть, их прячут в других-то городах, на других зданиях. Потому что это именно... А еще интересно, что Ченаколо, Ченаколо, оказывается, вчера прочитала, что такое Ченаколо, оказывается, это техника рисования библейских там картин на стене. Вот. И почему-то, в общем-то, только именно, видите, что относится именно к этой Ультиме Чене. То есть это имеется в виду, раз есть это слово, типа методика, значит, этих Чен много очень. Не только 11 по Европе. По Европе они просто могут объяснить. А если они скажут, а если найдут там в Индии ту же самую Ультиму Чену, или там в Южной Америке на стене где-нибудь, что они будут говорить? Я так думаю, что они просто зарисованы, ребята, иллюминированы других. Я уверена, что они есть и в других частях цвета. Вот это что-то мы открыли такое, понимаете? Это уже не тайная вечерня становится. То есть очень много вопросов. Если так много копий, зачем смотреть именно то, которое больше всех разрушилось? И еще интересный момент. Оказывается, Великую Отечественную войну в 43-м году именно эту церковь очень сильно бомбардировали. И она была вся разрушена, кроме двух картин этой. То есть ей повезло, написано вот эта Ультимичина. Она так уже была нечитаема, как бы. Ее уже еле-еле разобрать было. То есть именно вот этот последний ужин, да, эта вот вечерня, не пострадала. То, что у нее оказывается какой-то типа мини-крыша. То есть влажность ее убивала, как только могла. Но вот бомбы ее не задели. А, и написано было, что так как стена была разрушена, она несколько дней была еще и к тому же, как бы, подвержена риску быть смытой дождями. Да, но не смылась. Вот, и вторая картина, которая была сохранена, это, 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 что? Вторая, которая напротив нее, это распятие Христа. Ребята, две картины в церкви выжили, остальное все нахрен, нахрен разбомбардировали. И потом дружно все отстраивали. Но почему-то 20 лет, и очень интересно выделено, 20 миллионов, 20 лет, 20, я говорю 20, мне постоянно пристает эта цифра. 20 миллионов евро было затрачено на что? Если оказывается есть 11 копий во всем мире, зачем нужно было именно эту фреску так сильно восстанавливать? Ну, сказали бы, сделали бы лентой, там, сказали бы, что это вот Леонардо нарисовал. Но это еще более было бы правдоподобно, чем ее полностью менять, абсолютно ее всю поменяли и выдавать за шедевр Леонардо, еще за это деньги брать. Я думаю, слава богу, что я с другой стороны ее и не видела, ни разу не дошла. Есть бы этот смысл, потому что это обман. Здесь что-то другое, я же вам сказала, какой-то, какой-то что-то, ритуал или что. Чин тура. Вы знаете, когда я была маленькая, и у меня уже проявлялись способности эти сенситивные, почему-то откуда-то я взяла, что выживут столько людей, которые умещаются на ремне. Я это говорила маленько, мне было 9 лет, я не знаю, почему это говорила. Но такой абсурд, да? Но вот почему-то он меня преследует, почему я это сказала. Как бы чин тура, опять же, видите, чин тура, чин то, чин то, чин то сто. Как бы такой корень, который как икер. Я еще покопаюсь, посмотрю. Смотрите, а чин нуары, да, выделить. Чин тура, а чин то, а чин то. Вот а чин турус, у меня иногда говорят, что у тебя акцент русский, даже больше мне говорят немецкий у меня акцент. То есть, когда я говорю, то есть, опять же, выделение чего-то, да, то есть, они выделяют мой акцент. Вот акцент, они слышат. Ребята, это все один и тот же корень, чин, чин, чин. Что это? А чин, это еще очень сильно распространенная фамилия в Китае. Это слово очень-очень-очень важное, ребятушки, очень важное. Это ультима чина, мы что-то куда-то зашли, понимаете? Я сейчас еще немножко посмотрю побольше. А, еще смотрите, как интересно. Это Дука де Милану, который все это замутил, да. Иль Моро. Моро, мор, морте, смерть. Моро, морок. Тоже как-то странно. Почему именно такая фамилия, да? Почему его, моро, мор, вот тоже это морте, как бы, мороны. Мороны, вот опять же, смотрите, у них есть морон. Ке морони, дико оно, да, пали. Тоже, вот видите, как в яйце смерта. Опять же, в яйце смерть. Вот помните, мы все думали, да, что иголка, в яйце смерть. Смотрите, у них морони, вот это яйца мужские. Часто называют морони. Но когда говорят, ке пали, ке морони, что-то тяжелое, что-то вообще неприятное, что-то им надоело, они говорят, ке морони. Ке пали, ке морони, понимаете? И это Дель Моро, тоже это корень морони. Что-то плохое, что-то смерть, что-то это. Ребята, вообще я много чего сказала. Я не знаю, вы поняли информацию или нет, как бы. Но я вам говорю, что это ультима чена. Это не Таня Вечерня. И эта совершенность, мне кажется, абсолютно не Иисус Христос, у которого 11 копий по всей Европе, во всех самых главных музеях. Причем только в Италии, только в двух церквях. В основном это, где находится, например, одна из них находится, представляете, в какой-то аббации на севере Франции. Написано на севере Парижа. Но, знаете, я так посмотрела, аж далековато от Парижа. Но как бы принадлежит Лувру. Ну, потому что надо было как-то приписать к католической церкви, понимаете. Вот. То есть, ребята, пазлы складываются. В чему, не знаю. В чему, не знаю. Если меня там не прибьют, там, иголочкой меня не ткнут какой-нибудь там. Не вызовут меня на насильную фикусацию, на сильный бесплатный ботокс, который мне могут вколоть не туда, куда бы мне надо было бы. Значит, может быть, я и ошибаюсь. Но тема, 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 тема. Мы что-то на какую-то больную пятку, на какую-то хиллесовую пяту мы наступили, понимаете. Чена, отченуары, чентура, отченьто. Это всё, это разные абсолютно слова. Но вот чен – это центр. Цена. А смотрите ещё. Сена. Сена. Сена – это чена. Сен – это чена, ребята. Сена. У нас напишется сена. А если по-другому написать, это получается чена. Сена. Чена. Потом ещё. Я ещё другое слово придумала. Центр, да. Центр. Опять чего-то. Я вам говорю, чего-то тут ультима. Или ультиматум какой-то, или последнее, или что-то, какой-то последний акцент. Или это будет последнее, что мы, что нам скажут. Может быть, нам явятся 13 вот этих человек. Не зря же, не зря же 13 тескев вот этих хрустальных. И там потом оказалось 13 ануннаков в этом фильме, да, и Диана Джонс. И они в круг встали. Чентура, чентр, чентр, что-то. А в центре стояла вот эта вот баба-то эта, которая хотела всё знать. Ой, вообще, столько всего, понимаете. Я сейчас вас оставлю, потому что пойду сама дальше думать. А, цена ещё. Вот, ещё одно слово. Цена. Это всё одно и то же слово. Ребята, что, а какая цена, а какое, что, чё. Понимаете? Думаем. Но интересно, интересно, я всё время. Просто я, вы меня очень сильно вдохновляете. Я сама не знаю, откуда у меня всё это попёрло. Но чё-то прёт, чё-то прёт, прёт, прёт. И надо мне всё это выкладывать и делиться с вами. И вы мне, все вместе со мной поможете. Чему-то мы выйдем. Но главное, чтобы мы были вместе, ребята. Пока-пока. Хорошего вам дня. Посмотрим, куда меня сегодня занесёт судьбинушка. Но точно, куда не занесёт. Я с вами прощаюсь.